всем привет начинаем две минуты позже сейчас еще нужно подождем минуту люди подключаются активно вот вот и вот и вот и вот окей думаю начинаем хорошо значит сегодня у нас линк кофе на тему инфраструктура как код и основные cloud провайдера значит я вратце расскажу о формате о правилах значит мы собирали и в принципе до сих пор собираем ваши вопросы да то есть здесь полностью повестка формируется теми темами и вопросами которые вы задаете вы же за них голосуете мы их сортируем да и в порядке там от большего количества голосов к меньшему обсуждаем отвечаем на те вопросы которые есть или обсуждаем там те ситуации которые есть и если да у нас ограниченное время то есть у нас пять минут на каждый вопрос но мы можем продлять да если мы не успели охватить всю тему соответственно мы можем посвятить какому-то вопросу больше времени сегодня у нас спикеры давайте да каждый сам себе представить виталий привет меня зовут и виталий я системный архитект и память уже больше 15-ти роков в клауд оперейшнс и 4 роки уже випами спасибо виталий виктор всем привет зовут меня кочерга виктор более 10 лет в идти индустрии випами сотрудничаю сипом на позиции лид систем инженер основные направления это работа мониторинг с ресурсами и жир клауд платформы также автоматическое разворачивание инфраструктуры в общем все же связано с ажуром это мой фокус спасибо виктор антон на всем привет антон милия мальчиков около шести лет тоже в эти индустрии из них три с половиной года сотрудничаю с сипамом значит основные направления моей работы это в основном amazon web services являюсь сертифицированным специалистом в этой области также инфраструктура к код принципе практически всю свою все свои проекты связываясь с центра структурой к кодом и также сейчас сидим спасибо антон евгений всем добрый день я евгений михайлин лиц систем инженер гипами более 12 лет войти работаю с облаками с инфраструктуры за код последнее время фокусного гугла клауде спасибо евгений и александр привет всем зовут александр мсафин не буду говорить сколько лет войти страшно это сам услышать ну я такой раз на направленный человек поэтому работал со всеми направлениями google клауда упор конечно есть amazon но частности есть практика и ажура и google клауда и различных соц решений спасибо спасибо александр значит да ребята простые правила кто не говорит тот на мюте если кто-то хочет что-то сказать поднимите руку да и в том числе можно задать вопрос голосом по ходу обсуждения здесь есть кнопка поднять руку да мы будем видишь подняли руку дадим вам слов уважайте друг друга и будем придерживаться графика да то есть как я сказал пять минут на вопрос если есть необходимость можем добавлять еще пять минут если вопрос большой обширный все значит начинаем да значит начинаем значит вопросы 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 кстати вы можете по-прежнему да это ссылка на доску с вопросами она есть то есть вы заходите сюда на сути если ее у вас нет или вы ее потеряли я могу здесь в чате вот отправил да заходите голосуйте за те вопросы и темы которые вам интересны можете добавлять по ходу нашего обсуждения да если будет собирать голоса мы будем обсуждать и новую тему хорошо из того что у нас здесь с голосами больше всего голосов вопрос как тестировать инфраструктуру как код юнитом тесте значит этот вопрос у нас будет отвечать я да ну значит ребят смотрите значит конечно тестировать надо но я бы сказал без особого фанатизма начнем с того что это довольно таки непростая задача то есть какая бы там инфраструктура у нас не было как код все равно но это по сути не настоящий код да не настоящие приложения то есть это какая-то эмуляция приложений до написанных на более привычных языках отсюда войдут различные сложности как нам это протестировать ну напираясь например на тот же опыт с троформом и последнее время модным сидикеем для существуют различные библиотеки для того же сидике есть встроенная встроенный пакет встроенный фреймворк для тестирования практически ничем не отличается от других средств тестирования для других языков то есть по сути мы описываем наши ресурсы и затем мы ожидаем в процессе генерации нашей инфраструктуры ожидаем увидеть тот результат который мы хотим то есть если мы хотим создать например там три лампы и две роли мы можем это указать в тесте и нам этот тест провалидирует наш темплейт касательно терраформа немножко сложнее существует много инструментов наборов всяких фреймворков тот же самый китчин терраформ терра тест и так далее но как показывает практика использовать их довольно таки сложно и порой какой-то там небольшой юнит тест может по срокам занимать больше места чем наша инфраструктура поэтому надобность этих юнит тестов не всегда не всегда актуальна потому что очень большие эфорты нужно на это закладывать и соответственно тратить очень большое количество времени но как минимум нужно для тестирования подключать всевозможные линтеры всевозможные валидаторы то есть тот же терраформ и CDK имеют уже из коробки встроенные средства для валидирования темплейтов для валидирования нашего кода если мы там говорим конкретно за терраформ который просто хотя бы нам сделает быстрый смоук тест и скажет где у нас там синтактическая ошибка либо же просто мы неправильно указали там property для какого-то ресурса вот это желательно использовать повсеместно то есть как минимум просто делаем какой-то смоук тест валидируем наш темплейт проверяем наш синтаксис ну а дальше уже тут уже все зависит от наших возможностей от нашей команды от наших потребностей то есть для того же терраформа есть куча инструментов которые будут проверять комплайнс наших ресурсов то есть используем ли мы шифрование для ресурсов которые это поддерживают используем ли мы КМС где это необходимо там ключи да там для наших бакетов и так далее чаще всего эти инструменты довольно таки примитивные они действуют по каким-то своим правилам внутренним также эти правила можем и мы написать но чаще всего они просто проверяют наш output если мы говорим про терраформ проверяет наш план и сравнивает со своими какими-то правилами а правильно ли мы засетапили наши ресурсы вот поэтому там никакой магии нет довольно таки все просто удобно тоже в принципе можно использовать если в этом есть какая-то необходимость но чаще всего хороший инженер в принципе сам знает где ему нужно включить шифрование где ему это не надо поэтому иногда это может и мешать что касается терротеста и более сложных фреймворков более сложных каких-то библиотек я бы не сказал что это прям вот must have если есть возможность если инфраструктура сложная если команда очень распределенная то конечно лучше использовать если нет ну я думаю никто не умрет поэтому тут уже на ваш выбор однозначно ответа в принципе как такового нет используют ли тот же терротест или нет вроде уложен да окей спасибо антон товарищи эксперты кто-то хочет добавить к этому в принципе все по делу антон спасибо за развернутый ответ если там выпадет что-то про все-таки про терротест я может что-то добавлю там если это будет интересно какой-то темы да тут есть дальше вопросы про терротест окей да я смотрю добавилось голосов у вопроса в каких случаях лучше выбирать терраформ а не нативное решение клауд провайдеров Женя ответишь да в общем как и везде каждый сервис провайдер предоставляет свои тузы для разворачивания инфраструктуры в рамках этого сервис провайдера он их предоставляет и деплоит на своих условиях то есть он сам отвечает за поддержание бэкэнд сервисов которые предоставляют какие-то функции будет ли это просто API либо через веб-сервисы для разворачивания инфраструктуры в данном конкретном облаке но поскольку каждый провайдер не обязан синхронизироваться с другими провайдерами и предоставляет в большинстве случаев там свои API с определенным набором функций полей которые он считает нужным и разворачивает деплоит новые функции по своим графикам соответственно у каждого грубо говоря свои собственные ресурсы для поддержания инфраструктуры в которой вертится вертится собственно API шки бэкэнды которые отвечают за принятие ваших запросов на разворачивание инфраструктуры и соответственно здесь ответ на этот вопрос это по ситуации то есть если вы хорошо знаете конкретный провайдер например AWS и его CloudFormation службу для разворачивания сервисов приложений ваших аппликаций то используйте то что вы лучше всего знаете и если вы знаете если говорим про Google Cloud если вы хорошо знаете Deployment Manager то используйте его это если вы работаете только в рамках одного конкретного облака если же и ситуация показывает что в большинстве случаев мы работаем в гибридной среде когда это мультиклауд либо есть Cloud есть OnPrem какие-то ресурсы а есть еще какие-то провайдеры которые мы используем например для разворачивания в допустим той же MongoDB на базе атлас провайдера то есть грубо говоря в облаке или на OnPrem провайдера услуг для Mongo то в данном случае логичнее использовать Terraform у которого более 100 провайдеров готовых к использованию протестированных на множество на множестве environment и здесь более чем логично использовать вот силу Terraform в его огромном числе провайдеров и едином подходе к тому как мы разворачиваем инфраструктуру вне зависимости от любого провайдера то есть мы используем Terraform Flow условно говоря когда у нас есть там условно говоря три команды когда мы инициализируем Terraform с backend со списком провайдеров которые мы хотим использовать когда мы запускаем Terraform план чтобы посмотреть а что собственно мы планируем развернуть допустим EC2 инстансы в AWS Google Storage Bucket в Google провайдере и допустим добавить DNS записи в Cloudflare DNS зоне используя все вот эти допустим условно три провайдера мы можем построить нашу инфраструктуру скажем так собирая собирая ее из нескольких частей и в данном случае мы когда мы применяем данные H&G мы знаем что они распределятся Terraform достаточно умный чтобы их в правильном порядке применить и инфраструктура будет развернута с использованием разных провайдеров в разных условно говоря сервисах не только в рамках одного облака но и в рамках он прям ресурсов и так далее то есть если у вас гибридная мультиклауд архитектура используйте Terraform ну вот как-то вот так вот окей спасибо Женя ребят если по ходу ответа на вопрос появляются дополнительные вопросы пожалуйста можно писать здесь наверное в разделе вопросов ответов и да могу я добавить к Жене на моем выступлении да я немножко опущусь ребята смотрите ну начнем с плюсов и бенефитов использования Terraform Terraform это опенсорсное решение которое очень популярно сейчас у нас в нашей практике и вообще в сообществе да на этот Terraform не будет составлять труда разобраться с разными провайдерами да и эти провайдеры большое количество поддерживаются большими комьюнити это первое второе ну знаете как говорится клиент хочет самое модное молодежное я сталкивался на практике что если ты клиенту рассказываешь предположим не используя CloudFormation или ARM темплейта используя Terraform почему-то у них если они слышали об этой технологии тузах они считают что это best practice и давайте внедрять и в связи с популярностью этой технологии на рынке гораздо наверное будет больше предложений специалистов если вы будете знать ну и требований спроса да если вы будете знать Terraform но тут есть как говорится палка с двух концов да когда вы используете нативное решение провайдера да и у вас не мультиклаудная система Женя описывал про мультиклауд но я с ним тут соглашусь когда вы используете нативное решение провайдера вы более защищены то бишь провайдер отвечает сам за этот сервис он сам его поддерживает он следит за актуальностью апи следит за актуальностью ресурсов и тому подобное т.д. т.п. но когда вы используете Terraform я встречал на своей практике когда провайдер недостаточно хорошо написан либо появляются новые какие-то функции на клауде а в Terraform этого нет и вы можете столкнуться с тем что придется использовать какие-то обходные пути а-ля костыли да для того чтобы вам внедрить например новую какую-то фичу в клауде если у вас инфраструктура написана на Terraform вот хотел просто обратить внимание будьте внимательны да при выборе вот вот такое дополнение спасибо спасибо Саша можно да еще одно маленькое дополнение от Виктора не стоит забывать что сам Terraform очень часто обновляется его версии меняются если инфраструктура большая много кода это все надо поддерживать тестировать новые версии как они будут себя вести со старым кодом для того чтобы его можно было поддерживать это тоже надо учитывать плюс сам Terraform имеет свои собственные баги помимо багов в опишках клаудных провайдеров поэтому есть риски о которых нужно помнить спасибо Антон тебе слово да я просто хотел дополнить еще что бывают просто случаи когда клауд провайдера просто не выставляет наружу в публичной IP весь свой функционал вот просто не выставляет и все в клаудформейшене поддержка какой-то фичи есть а в Terraform ее нет просто нет IP не за что дергать в общем то вот поэтому бывают такие случаи спасибо но это это какие-то исключения редкие случаи когда это тоже сталкивался вспомнил то что например Terraform не умеет автоскейленд хоролинах апдейт делать хоть убейся я не знаю как сейчас но несколько года или два назад не умел этого делать просто потому что у ВС нету опишки публичной окей ну то есть правильно ли я скажу если подведу итог под этим дальше надо смотреть что вам конкретно надо надо смотреть какую именно вы хотите инфраструктуру создать да кто будет у вас это делать и как бы для каждого конкретного случая смотреть анализировать потому что единого такого ответа когда что-то одно лучше всегда просто нет окей эксперты молчат больше они со мной согласны да Дима согласны абсолютно все правильно спасибо так так значит какие инструменты автоматизации разворачивания инфраструктуры в и он окей разработан разработан и хорошо протестирован самими инженерами от гугла соответственно он там так сказать battle тестов и поддерживает все последние гугловые API так что как вариант у вас могут быть скажем так если вы находите какое-то решение deployment этого решения предоставляется через там marketplace условно то он будет поддерживать не terraform а через deployment manager то есть имейте ввиду что если есть какое-то популярное решение в marketplace google то оно будет деплоиться только через ну в основном через deployment manager или если у вас будет на самом деле там ничего сложного в этом deployment менеджере он предоставляет грубо говоря получает на вход gson файлик с ну условно говоря как cloud formation template json файлик с описанием всех ресурсов которые будут задеплоены на в каком-то конкретном проекте и можно подсмотреть этот файлик перевести это все на в ресурсы terraform либо не переводить но тогда у вас будет скажем так если вы хотите и дальше поддерживать подход инфраструктура как код то в данном случае вам стоит всю инфраструктуру держать всю инфраструктуру которая деплоится в google клауде держать в форме json файлах которые могут разворачиваться через deployment менеджер могут быть конечно такие ситуации то есть так что опять же все смотрите думаете если у вас там какое-то сложное решение которое уже задеплоено на инфраструктуре то есть теоретически и у вас есть этот самый json файл который позволяет вам вносить какие-то дополнения или удалять какие-то лишние ресурсы которые вам уже не нужны то вы можете продолжать использовать deployment менеджер от гугла это нативное решение но в целом если вы какие-то проекты начинаете с нуля то лучше стартовать с terraform и хранить свою инфраструктуру пк-код где-нибудь в системе контроля версии ну вот как-то так дима дима спасибо евгений прошу прощения прошу прощения но я вижу там кто-то поднял руку как мы с поднятыми руками поднял руку да сейчас одну секунду Игорь Игорь Пуха поднял руку да Игорь пожалуйста размютывайся спрашивай окей так я размютился насчет deployment менеджера к сожалению не советую действительно не советую потому что он делается по остаточному принципу это вот такой маленький инсайт лучше использовать терраформ точнее даже есть такой проект угловский cloud foundation templates он поддерживается в актуальном состоянии туда дописываются те апи вызова которых допустим может в определенном виде не хватать даже в том числе исходя из этого правится соответствующий GCP провайдер поэтому крайне рекомендую пользоваться этим потому что это уже по крайней мере протестировано ну it's all from my side да спасибо Игорь ну действительно совпадает с рекомендациями то что ребята сейчас говорили да лучше использовать терраформ ну да просто я немножечко поучаствовал в разработке всего этого безобразия поэтому я по крайней мере знаю что это это решение протестировано этим занимаются этим занимается отдельная команда и судя по по тем коммитам которые мне идут в почту все еще никто это не бросил и этим продолжают заниматься вот как то так окей спасибо за дополнение так хорошо что ж переходим к следующему вопросу значит по голосам шесть голосов лучший CICD сервер на рынке чтобы выбрать для средней большой компании ну я думаю ответ очевиден его нет этого лучшего CICD сервера вот я например могу рассказать про всем знакомую тройку да дженкинс дженкинс бомбу бомбу гитлаб каждый из них хорош ну у каждого есть свои какие-то нюансы ну я думаю понятно вот если денежек нет если какой-то небольшой проект это не очень сложный проект да то вперед используя дженкинс ну в принципе для больших проектов он подходит есть опыт использования дженкинс с огромным количеством распределенных агентов для билда всего и вся чуть ли не на маках вот ну это грубо говоря да и прекрасно он себя чувствует и огромное количество тех же плагинов позволяет реализовывать практически весь функционал который нужен ну вот если денежка есть ее много скажем так пару десятков тысяч долларов в год вперед использовать бамбу последние виени да в атласе анстеки тоже на которые потихоньку все-таки перешли на использование pipeline скота это бамбушные спеки вот очень легко использовать и очень низкий порог впождения для просто разработчиков потому что спеки по сути это тот же самый Java код и практически каждому разработчику не составит труда быстренько адаптировать какие-то там бамбу под свои задачи настроить планы билда и деплоя в общем огромное количество там сейчас улучшений плюс все это прекрасно интегрируется с остальным стеком Atlassian поэтому как вариант для альтернативы Jenkins если есть деньги очень отличная классная штука вот причем я думаю все-таки работает он постабильней все-таки Enterprise поэтому тоже бы рекомендовал но тот же самый GitLab у меня большого опыта в нем нет к сожалению но насколько я знаю тоже довольно удобный инструмент очень низкий порог вхождения очень легко легко описывается все необходимые команды действия которые необходимо выполнять вейплайн вот поэтому опять же тут кому что кому что кому что интересно ну чаще всего до процентов 80 используют Jenkins по своему опыту по тем проектам на которых доводилось часто вот поэтому лучшего нет вот троечка выбирайте если вообще очень простые какие-то задачи ставят почему какой-нибудь обрандет не использовать тоже не знаю зачем заморачиваться с Jenkins если можно накидать каких-то там тасок в рандек ну это все зависит от задачи целей которые стоят перед вами вашей командой вашей компании вот так вот да поддержу Антона в этом плане что вот опять же все зависит от ваших целей от вашего условно говоря на тех денег которые вы можете себе позволить на CICD дело в том что есть вот помимо тех серверов которые вы менеджите вы можете еще воспользоваться CICD как solution например вы пишите конфигурацию для CI в рамках того же CircleCI TravisCI или еще какого-то там GitHub Actions например и что-то происходит за кулисами где-то запускаются какие-то маленькие контейнеры или серверы которые эти задачи все выполняют то есть в рамках CICD as a service то есть одни из самых популярных это те что я перечислил они в основном идут когда у вас есть разработка крутится вокруг GitHub там уже есть готовая готовая интеграция с вышеперечисленными сервисами вам надо просто предоставить конфигурацию в виде YAML файлика и описать свой билд процесс что вы хотите сбилдать как куда положить артефакты и там может триггернуть какие-то вебхуки ну вот как-то вот так вот да спасибо антон спасибо евгений да и вопрос про Azure DevOps как раз я думаю Виктор добавит я хотел как раз и добавить что посмотреть на Azure DevOps services довольно неплохой инструмент для там в принципе и порог вхождения не такой большой надо и много дополнительного функционала вам дается вместе с этим сервисом как Kanban борды тестирования артефактории и тому подобное и все это все на одной платформе и не обязательно использовать его для Azure потому что у нас например в моей практике мы использовали Azure DevOps сервисы но разворачивались на AWS это было приятно это маленькое дополнение в дополнение могу сказать такие проекты как Atom Visual Studio Code использует Azure pipeline для деплоя своего кода он появился относительно недавно Azure DevOps это как скажем так Upgrade Visual Studio Team Service от корпорации Microsoft ну как Александр упоминал действительно это уже не CICD Tool это большая платформа на которой можно делать абсолютно все в одном месте у тебя под рукой и артефактори и репозитории если у вас небольшая команда вы можете использовать Azure Boards тест планы она доступна как SaaS то есть так же как Office 365 можно попробовать использовать бесплатно нам доступно до 10 задач одновременно могут выполняться для каждого проекта подходит для проектов любого типа это и Linux и Mac и Windows работает отлично с любыми платформами можно пользоваться в настройках скажем так предустановленными плагинами для соединения с сервисами клауд провайдеров можно все описывать в виде YAML конфигурации кодом то есть это как вам удобно ну и еще от себя хотел бы добавить про такого игрока на рынке как TeamCity CICD сервер был в свое время некоторые проекты которые работали на .NET C-Sharp использовали его как CICD тоже в бесплатной конфигурации он нам доступен с тремя агентами и unlimited build конфигурациями неплохое решение порядка там года назад он стал поддерживать или двух лет точно не помню конфигурацию написание build конфигурации на языке Kotlin в свою очередь это автоматически интегрировалась в репозиторий и как бы скажем так TeamCity начал догонять крупных игроков на рынке таких как Jenkins и Bamboo ну подходит больше скорее для маленьких проектов которые написаны на .NET все таки больше ориентирован в эту сторону но также у меня был интересный опыт использовал его как скажем так наверное мы его использовали больше как рандык для запуска некой автоматизации то есть на тот момент надо было быстро сделать большой скоп задач под рук под рукой был пятилетний опыт работы с TeamCity в принципе удалось успешно реализовать автоматизацию запуска различных задач с параметрами на TeamCity в принципе это до сих пор работает поэтому тоже можете посмотреть все спасибо спасибо Виктор ребят да вопрос от Ильи Корж по поводу Argo кто-то пробовал товарищи эксперты можете что-то сказать про Argo Argo CD я так понимаю да буквально пару слов небольшой опыт Argo CD используется в Кабринетесе для деплоя контейнеров то есть в принципе такой нишевой продукт и не могу сказать ничего плохого про него то есть буквально пару секунд просто потому что использовался использовалась другой CACD продукт на Argo CD решили не тратить много времени для того чтобы его использовать но вот как-то так но вполне живой и нишевой такой продукт для контейнеризированных нагрузок да спасибо Евгений да вопрос от VA best practice по code review infrastructure исход но прошу добавить на доску да это не совсем не совсем тему текущего обсуждения про CICD сервер окей да ребят кто недавно присоединился ссылка на доску у вас и здесь в чате дублировал заходите голосуйте за вопросы ну а следующий у нас как выбрать код провайдера какие сильные и слабые стороны у каждого интересный вопрос так ну александр наверное наверное я расскажу так как в принципе со всеми провайдерами имел стройкой да давайте скажем честно стройкой самой крупной ну хорошо основной вопрос как выбрать и как оценить провайдера первое очередное да у нас идут требования от клиентов и мы должны все таки ориентироваться да на клиентов как им будет удобно работать и какие мы можем им предоставить лучшие условия если мы посмотрим на крупных провайдеров да они имеют availability зоны регионы и размещены они в разных локациях в частности можно оценить локацию тем самым вы убьете latency для конечных потребителей да тут можно сказать что да возьмем рынок у нас самые крупные это три игрока на текущем рынке да Amazon Azure и Google Cloud и в них есть небольшие различия как вы знаете наверное можно посмотреть еще на маркетинговую составляющую да какой объем рынка охватывает каждый провайдер и так как самый старый самый первый провайдер появился это Amazon он следовательно является самым крупным занимателем этого рынка дальше он же имеет и площадки свои самые большие порядка пятидесяти пяти или шестидесяти него площадок по всему миру у ажура насколько я знаю чуть чуть поменьше у гугла вообще там порядка до двадцати площадок можно на это акцентировать внимание дальше вы должны в принципе оценить какие сервисы вы будете использовать и какие сервисы клауд-провайдер может предоставить опять же тут все упирается в вот этот ранг этих провайдеров да если мы посмотрим конечно на последний год google начинает добавлять amazon тоже простите ажур тоже пытается не отставать amazon пытается дальше уйти вперед но все равно у амазона гораздо больше сервисов которые он может предоставить конечному потребителю их там по-моему порядка двухста сервисов на текущий момент если мы сравним с ажурой там до ста в районе ста и у гугла немножко еще поменьше сервисов тут надо да оценивать что вы будете использовать какая инфраструктура если вам там нужны обычные инстансы либо лямда функции очень много еще от датабейсов зависит и тому подобное это все надо изучать смотреть и анализировать следующий параметр это цена я бы сказал бы для конечного пользователя заказчика может быть очень существенным вопросом какой же провайдер выбрать у разных клаудов есть разные программы разные бенефиты для подключения новых клиентов либо удержания текущих клиентов также есть разные оплачиваемые модели да когда ты take and pay либо ты резервируешь мощности и тому подобное могу сказать что на текущий момент самым дешевым в принципе по моему является google он немножко демпингует цены и пытается наверное за счет этого догнать двух лидеров это amazon и azure цены по поводу amazon и azure я бы сказал где-то 50 на 50 ну одинаковые у некоторых сервисов amazon цена ниже у некоторых сервисов у azure цена ниже опять же тут еще включается подписка насколько я знаю как и amazon так и azure может предоставлять очень большие скидки своим корпоративным клиентам ну если мы говорим там например про некорпоративное подключение то тут надо тоже опять же есть механизмы калькуляторов просчетов стоимости вы можете прикинуть какая вам инфраструктура в каком регионе нужна и предварительно посчитать сколько там будет счет выставляться бит у вас за месяц за полгода или за год вот вот что еще хотел сказать что еще хотел сказать а хотел еще добавить что в принципе у нас есть еще другие конечно провайдеры с которыми я не работал я буквально недавно перед митингом посмотрел очень интересно растет китайский рынок и у меня есть подозрение что все таки в эту тройку Alibaba ворвется неплохо в скором будущем можно еще в ту сторону посмотреть нет все спасибо спасибо Александр ребята товарищи эксперты кто-то хочет дополнить вопрос такой объемный ну буквально пару слов спасибо за достаточно развернутый полный ответ я бы хотел рассмотреть как ну такой общий вопрос какой клауд выбрать не только с точки зрения преобладания каких-то сервисов или цены но и с точки зрения регулятивных требований все мы знаем что есть у каждой страны свои требования по размещению клиентских данных в рамках определенных локаций все слышали про PII Personal Identifiable Information и требования хранить эти данные как в рамках своих регионов своих государств поэтому несмотря на то что есть вот такие крупные игроки рынка так называемые лидеры как AWS Azure и Google Cloud существуют и нишевые решения такие которые работают в регионах в тех которые которые скажем так которые требуют особые выдвигают особые требования к Cloud провайдерам чтобы они работали на своей территории то есть в данном случае вот например опять же Александр говорил про Китай и достаточно огромный рынок с точки зрения вычислительных ресурсов то есть не каждая компания в Китае может допустим разместить свои ресурсы или свои какие-то приложения в AWS или в Ажуре поскольку данные Cloud провайдеры я бы не сказал что они предоставляют прямо таки все сервисы в рамках данного региона то есть да конечно AWS China AWS присутствует в регионе Китая но тем не менее тем не менее там он не предоставляет все сервисы точно так же если мы говорим про каких-то нишевых провайдеров например там Яндекс Cloud или Mail.ru Cloud или что-то подобное то есть здесь эти провайды присутствуют в странах которые требуют на законодательном уровне чтобы данные клиентов располагались у них в рамках этих стран если еще немножко развить тему про скажем так нишевые ресурсы нишевые такие облака я бы еще хотел обратить внимание на IBM Cloud и также на Oracle Cloud то есть некоторые компании могут готовить какой-то сервис или предоставлять какой-то сервис лучше чем многие другие например если мы говорим за Oracle то они умеют хорошо предоставлять сервис или какие-то специальные так сказать плюшки по лицензиям на Oracle а много компаний много больших корпораций используют Oracle в своих при работе со своими приложениями соответственно то есть когда они они смотрят какие компании могут предложить им что в облаках они в первую очередь обращают внимание не только на цену но и как какая компания как какое облако насколько оно грубо говоря известно и насколько она хорошо умеет разворачивать или предоставлять какой-то сервис в частности я говорил за Oracle базу данных а также Oracle suite то есть ряд приложений middleware так сказать которые достаточно популярны в крупных корпорациях ну вот на основе всех вот этих вот выше указанных замечаний то есть опять же нет какого-то такого облака которое могло удовлетворить все потребности поэтому и так много игроков на рынке то есть каждый выбирает по своим требованиям как-то так да я еще тоже вспомнил хотел добавить что можно еще посмотреть на один из критериев такой немаловажный это недоступность сервисов клаудов и она довольно такая интересная конечно понятно что мы не говорим там о недельной недоступности сервиса и тому подобное но если там я по-моему смотрел числа за прошлый год и рейтинг состав сложился у меня таким первый конечно который самый надежный является Amazon второй идет Google а дальше идет ажур не в обиду Виктору сказано но ажур очень сильно отстает и на моем опыте бывали такие ситуации когда сервис недоступен и больно для заказчика и для для тебя который отвечает за эту инфраструктуру и да есть такая окей да спасибо александр спасибо евгений спасибо всем значит я думаю да на этом мы этот вопрос можем считать закрытым значит следующий у нас вопрос как раз атерагранд да мы уже касались его однажды когда был вопрос о тестах инфраструктуре как код так терагранд кто у нас начнет отвечать про терагранд давайте я немножко расскажу про терагранд так терагранд это раппер или оболочка для терраформа которая была разработана уже скоро будет пять лет как компанией грандворк довольно таки известная в узких кругах нишевая компания которая предоставляет услуги по разворачиванию и консультированию как правильно разворачивать инфраструктуры скот для небольших компаний то есть изначально терагранд разрабатывалась как попытка улучшить терраформ они пытались немножко улучшить работу терраформа с лог файлами как он работает с бэкендами и в том числе вот сделать улучшить подход как работает терраформ с множеством инвариументов то есть терагранд пытается решить то есть помимо терагранд существует еще множество решений данного вопроса он пытается решить несколько таких вот проблемных вопросов по терраформу это как когда у вас очень большая или усложненная структура когда у вас инвариументы неконсистентные условно говоря то есть когда у вас дев отличается от стейджинга стейджинг отличается от прода в силу исторических или там финансовых причин то есть вы не хотите на деве держать там 20 инстансов там достаточно крупных вы хотите держать там 3 достаточно таких вот инстансов попроще а также если вы хотите тестировать свою инфраструктуру от начиная с low-level environments таких как dev staging и только потом напротив то есть когда у вас модули которые вы используете в вашем ваших environment версионированы то есть вы хотите в dev environment использовать там допустим develop ветку какого-то модуля условного x для стейджинга вы хотите использовать тег 1.2 релиз и для прода у вас тег стоит 0.99 допустим то есть вы хотите разворачивать вашу инфраструктуру последовательно и протестировать ее сначала на деве потом двинуться на staging и так далее соответственно terra ground это бинарник написан на go он обворачивает конфигурацию terraform то есть вместо кучи terraform варс файлов вместо дуплицирования кода с папками которые вызывают модули с разными параметрами вы вы грубо говоря имеете достаточно такую плоскую структуру когда у вас есть папки для разных инвароментов и в этих папках есть только один файл terragrant .hcl terragrant поддерживает синтаксис terraform то есть они включают библиотечку для hcl то есть hashicorp configuration language и вы можете наследовать конфигурацию с более высоких уровнях то есть здесь вы используете по максимуму принцип dry то есть один из вопросов касался dry в multi-environment инфраструктуре и dry в этом случае означает не сухой а don't repeat yourself то есть я попытаюсь объединить эти два вопроса в один поскольку они логически связаны между собой то есть dry принцип подразумевает подход что у вас меньше дуплицированного кода в environment соответственно вы вам не надо просматривать кучу лишних файлов вы сразу видите у вас есть один файлик вы сразу видите какие input параметры какие параметры относятся к к source то есть вы видите какие модули у вас есть на входе на каких какие версии развернуты из этих модулев то есть это достаточно все наглядно в данном случае teragrant очень сильно помогает упрощает ваше как я уже сказал окружение когда у вас много environment если и я рекомендую использовать поскольку ну только в если у вас достаточно комплексная инфраструктура и у вас есть разница между девом и продом если у вас есть версионирование компонентов как я уже говорил у вас их много и вы хотите чтобы ваша инфраструктура была достаточно такая вот там было меньше файлов соответственно вы можете на одном уровне на скажем так уровне рута или корня ваших репозиториев определить некую определенную конфигурацию допустим где вы храните remote state файлы где у вас backend и перегрант в данном случае если у вас разная конфигурация для разных environment он вам здесь поможет в том плане что он подлечит старую ну не болячку скажем так пичу terraformа когда у вас конфигурация бэкэнда не может принимать variable то есть у вас конфигурации бэкэнда могут быть заранее определенные константы и вы грубо говоря не можете если у вас она одинаковая для дева и прода только отличается путями то есть где вы сохраняете state файлы то в данном случае чтобы не дуплировать конфигурацию terragrant очень вам поможет то есть я рекомендую обратить внимание на данный продукт и попробовать поковырять его на досуге то есть он достаточно простой и документация достаточно понятная для порогов вхождения достаточно достаточно низкий ну вот как бы все да спасибо евгений хорошо да ребят тут звучала информация Александра по поводу даунтайма в трех клаудах да информация верная перепроверить но она к сожалению за 2014 год возможно сейчас что-то и поменялось окей хорошо значит следующий вопрос у нас по голосам это без практики по организации репозиториев мультиклауд инфраструктуры так по мультиклауд инфраструктуре Виктор ты начнешь да да давайте я начну то есть был скажем так опыт работы в двух больших проектах которые использовали различные провайдеры ну и здесь естественно был выбран инструмент для описания инфраструктуры Terraform скажем так единственный универсальный вариант на сегодняшний день в который больше всего для этих целей подходит как было организовано да то есть это на самом деле хороший пример вы пишите код весь код хранится в репозитории да примеру пускай будет битбакет на свою старю в джире прямо из джиры вы создаете бренч в котором вы будете выполнять свою задачу да например там добавить какие-то либо ресурсы через Terraform на клауд платформу у вас доступ есть только на уровень чтения то есть вы ничего менять не можете только лишь смотреть ресурсы в моем случае это был ажур клауд провайдеру то есть мы все видели менять ничего не могли и был использован в данной связке Terraform Enterprise платное решение Terraform которая в себе хранила и Terraform модули которые мы могли подключать с репозитория а также state файлы после коммита и пуша наших изменений в код автоматически триггерился Jenkins build в котором последовательно запускался Docker контейнер внутри Docker контейнера был Terraform нашей версии и он последовательно запускал Terraform нит план и показывал нам какие изменения будут применяться к инфраструктуре чем это было интересно то есть и хорошо все мои изменения были видны в репозитории это раз второе процесс был в принципе довольно быстрый то есть результаты того что ты накодил ты мог быстро посмотреть в output Jenkins это все сохранялось build логика артефакт всегда можно было показать скажем так с какими ошибками ты столкнулся да если ты сам не знаешь как это побороть логику показать клиенту над чем ты работал как часто ты комитил пушил после того как ты увидишь терраформ план тебе возвращает все то что будет запровижено в клауд ты создаешь pull request вся работа дальнейшая по терраформ apply шла идет через pull request его ревью как только поревью мэрджи свой код который автоматом запускает другую Jenkins build конфигурацию которая в свою очередь делает уже apply чем хорош подход каждый работает своей бренче никто никому не мешает мы всегда знаем что в мастере у нас рабочая ветка все изменения хранятся в репозитории и в принципе наверное все какой минус есть на самом деле есть и минусы а еще второй плюс никто ни у кого нет доступа напрямую на изменять ресурсы через какие-либо инструменты кроме терраформа что как бы гарантирует нам целостность инфраструктуры и прозрачность всех изменений но минусы да то есть у нас добавляется немножко бюрократии нужно понимать инфраструктуру самого клиента как это работает как работает модули как их подключать модулям надо писать примеры в это нужно вникать то есть большой порог вхождения а также pull request если у нас очень много команд да команде operational которая отвечает за approve pull request выпадает такой огромный кусок работы то есть помимо автоматизации которую они должны постоянно улучшать писать новые модули поддерживать нужно постоянно ревьювать и обновлять pull request и второй минус такого подхода все таки нужен environment который сейчас последняя к которому будет доступ для поиграться для дефтима об этом надо не забывать у меня все спасибо виктор так ну я думаю я думаю удалось себе ответить да еще довольно много у нас вопросов поскольку за них меньше голосов уже будем пробовать на вопрос потратить так какие решения для мониторинга из коробки какие подходы вы используете для хранения секретов я могу продолжить на вот текущем проекте хороший пример это hashicorp world тоже enterprise решение отлично интегрируется стероформом если брать azure cloud провайдер это кейволт да прожил да да секрет мы использовали на проекте замечательно тоже работает ну да это часть кейволта да если вернемся кстати еще шаг чуть назад по поводу есть идеи до обсужер сервис уже в частности содержит кейсторий под собой лишь вам не надо об этом тоже тоже интересная штука да ну окей ребят но это как бы такой не структурированный ответ какие подходы это не совсем про инструменты я думаю вопрос да больше именно про подходы как мы работаем с секретом окей я продолжу ну то есть основной основная мысль так чтоб к вашему секрету было тяжело достучаться скажем так тем людям которые хотят взломать вашу систему поэтому рекомендации не хранить пароли в коде connection стринги также должны быть зашиты в секреты в cloud провайдерах есть свои решения есть отдельные решения то есть в основном да это логины пароли любая sensitive информация connection stringing базам данным сертификаты все это должно храниться в всевозможных инструментах которые предназначены для повышения уровня безопасности информации я добавил к этому еще несколько моментов например ваши креденшалы то есть используйте подход к ротированию то есть смене креденшалов раз в условно говоря там три месяца шесть месяцев в зависимости от политик установленных security инженерами security офицерами на проектах или в компаниях в которых вы работаете то есть имейте ввиду то есть что как можно чаще стоит использовать если вы обращаетесь к сервису какие-то секреты ограниченные по времени то есть есть решение например beyond trust которые интегрированы с active directory и вы можете получать секреты генерировать секреты в зависимости от того в какой active directory группы группе и находитесь ли вы в этой группе то есть допустим доступ к какому-то сервису зависит от того находите находится ли ваш аккаунт ваша учетная запись в определенной группе обязательно проводить аудит того кто имеет доступ когда последний раз получал доступ ко всяким сервисами следить за за тем чтобы у людей или сервис аккаунтов был только минимально необходимый им доступ то есть если сервис аккаунту который работает в google клауде почему-то есть доступ к секретам из ажур клауда то это надо данный доступ надо убирать револкать и разбираться почему это было назначено кроме того для дополнительного ограничения каким-то сверх очень важным секретным аккаунтом необходимо подключать для людей подключать так называемый мультифактор аутентификацию когда у вас есть какое-то устройство с помощью которого вы можете дополнительно защитить доступ к определенным определенной информации к определенному аккаунту вот как-то вот так окей спасибо так про секреты мы поговорили так какие решения для мониторинга из коробки предлагает GCP так пожалуй я продолжу GCP это Google Cloud и скажем так как и все порядочные клаудные провайдеры у GCP есть свое решение для мониторинга сейчас оно называется Cloud Operations и это как бы севита для мониторинга то есть набор сервисов он включает себя не только мониторинг но и error reporting и логинг и трейсинг и и все то есть это решение то есть оно доступно как API сервис и для того чтобы его использовать нужно этот API сервис заинаблить когда вы работаете с каким-то проектом в Google Cloud ранее оно называлось Stack Driver то есть Google здесь пошел по дорожке сначала купить хорошую компанию которая предоставляет данное решение то есть изначально Google не предоставлял хорошее решение в мониторинге и логинге поэтому не купили компанию интегрировали ее в свою консоль и когда вы переходили на Stack Driver мониторинг вы переходили фактически на сайт Stack Driver буквально год назад они полностью интегрировали Cloud мониторинг в свое решение то есть доперели API полностью интегрировали со своей консолью чтобы это выглядело бесшовно и вот имеем Cloud мониторинг как опцию в Google Cloud в общем из best practices как вам стоит организовывать мониторинг в Google то в Google есть концепция проектов то есть это там где задеплоены ваши ресурсы с точки зрения мониторинга и частично логинга стоит организовывать мониторинг воркспейсы это грубо говоря логические объединения если вы хотите получать мониторинги которые касаются определенные допустим какого-то бизнес юнит то есть есть подразделение или департамент вашей компании которое пишет мониторинг и логи которые ну в данном случае мы говорим о мониторинге то данные этого мониторинга не должны быть доступны пользователям из другого департамента и все такое как это лучше организовать это создается отдельный проект в котором нет никаких других ресурсов это будет просто хостовый проект где вы будете хранить свои мониторинг метрики которые вы мониторите в нем вы создаете мониторинг workspace и к этому workspace вы добавляете проекты которые вы хотите мониторить из таких вот недостатков это то что этот мониторинг space живет то есть вы его создаете и удалить вы его не сможете то есть только с удалением этого хостового проекта но это это нормально это не так печально и не так страшно как это выглядит издалека то есть как и многие другие провайдеры с целью там привлечения популярности гугла гугл предполагает что скорее всего в современном мире вы ваше окружение все ваши приложения задеплоены не только в гугле но вы скорее всего используете какой-то либо гибридный подход когда у вас что-то задеплоено в дата-центре локальном либо используете мультиклауд подход и для того чтобы позволить позволить смотреть на вашу инфраструктуру с ну грубо говоря смотреть все ваши метрики в одном месте то есть гугл предлагает вам через своих сервисных фирм назовем это так то есть задеплоить в ваших гибридных решениях там мультиклаудах свои клауд-агенты грубо говоря сорсы которые вы можете воспользоваться чтобы писать логи или метрики снова в гугла клауд в этот мониторинг проект то есть для того чтобы организовать скажем так единый единую скажем так мониторинг в гугле чтобы вы видели как нагрузку которая равна это у вас если у вас есть нагрузка в в дата-центрах если у вас есть другие блока например AWS то вы можете там разместить эти агенты которые будут пушить эти данные ну грубо говоря коллекты сначала собирать а потом пушить обратно в google cloud то есть чтобы вы имели скажем так единый единый взгляд на то что происходит у вас в инфраструктуре ну вот как-то так вот вкратце о том какие инструменты есть да да спасибо евгений значит хороший ответ да полный значит вопрос про автоматизацию разворачивания инфраструктуры в gcp мы уже я думаю это обсудили да думаю можно его считать отвеченным и значит интересный вопрос у нас по поводу ансибл который покрывает большинство текущих задач у человека видимо какие преимущества и когда стоит использовать телефон я могу ответить пожалуйста первое нужно запоминать такую речь не знаю то есть информатики мы там все учили сконченные автоматы або не сконченные автоматы и есть автоматы которые не базовое понятие из информатики из которого нужно и тут нужно разъяснить такую речь что ансибл он не спередает сам стейт он всегда каже привести destination до какого-то соответствующего стейта когда мы за допомогою ансибла конфигуруем сервер и потом выдаем команду и тоди ансибл его выполняет и уже смотрится на кинцевой стороне что он будет выполнять но место из которого мы запускали не знаю то система насправді прийшла до того стейта или не ну мы не впевнены мы получаем фидбэк но сервер сконфигурован а вот терраформ как раз тримает этот стейт мы створим план по которому будут створювать все ресурсы в кладе это JSON файл насправді насправді граф в какой последователь ресурси в кладе створен он он зберегает стейт поэтому при наступном ранее он проверяет что у него в стейте с тем что есть на кладе если на кладе что-то пропало из того что есть в стейте он это вернет но если вы пойдете на кладе сделать руками что-то новое чего нет в стейте а воно там створене то терраформа его не видали он его так и оставил вот тут надо памятать про эти двое что терраформ сохраняется а Ansible не терраформ всегда используется когда нам нужно описать статичную инфраструктуру которая не меняется с часом мы можем описать что там будут скейлинг группы и так далее но эта инфраструктура она более-менее статичная и незминная мы можем тоди же когда нам нужно изменять инфраструктуру все-таки через шлях терраформу створить ресурсы або какие-то ресурсы выдалить через терраформ инфраструктуру 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 платформы а терраформ это инструмент для конфигура инфраструктур вот такая разница если если это вопрос вообще интересует на самом деле я вам скажу сейчас почитать книжку про ЧЕФ которая называется ЧЕФ Тест Драйвен Девелопмент насколько я помню так Тест Драйвен Инфраструктура Девелопмент чтобы погуглить там была эта проблема описана в этой книжке когда она вообще была не описана на основе антиблейтера формы а на основе самого ЧЕФа но это збережение стейту в котором эта инфраструктура была описана в этой книжке я сподеваюсь я достаточно глубоко на это если есть вопросы то Рай из этих да я думаю хороший ответ но я добавлю вкратце полностью согласен с Виталием то есть в Венсибл да добавили там клауд функции да там создавать различные ресурсы но как бы по его архитектуре он изначально для этого не предназначен как бы и ну скажем так для каких-то там может небольших инфраструктур может и нормально да но как только там больше одного человека работает с этой инфраструктурой да там больше одного инженера как бы там создают эти инстансы там уже начинается есть там еще у них попытка значит модули да через кастом ресурсы там в кубернетесе там и так далее ну это все как бы не самый лучший выбор обычно хотя в простых ситуациях может быть и можно использовать ну и просто буквально два слова если у вас большинство текущие задачи все-таки покрывает у вас есть какая-то база и вы работаете с ним ну скорее всего скорее всего вы будете продолжать работать сенсиблом и смысла переходить на терраформ но только только если у вас не что-то не устраивает в текущем вашем решении да ну это этот принцип применим ко всему да если вам просто хочется куда-то перейти с чего-то на что-то другое просто ради того чтобы перейти скорее всего не надо это делать да если у вас есть проблемы и вы с помощью там этого перехода хотите решить какие-то проблемы то наверное перейти стоит хорошо следующий вопрос развертывание кластеров кубернетес в GCP Тераформ по Вуми Виталий я думаю опять ты я сразу скажу что по Вуми достатньо сирий продукт и его еще реально в интерпрайс и в великих компаниях не роблять много людей я в том числе до него приглядаю все таки я уже несколько раз протягом сегодняшнего вечера загадываю что для GCP лучший инструмент для развертания инфраструктуры есть Тераформ поэтому кластеры за допомогою Тераформа достатньо просто развертаются а далі бажано было бы подключить еще хелмчарти и доконфигурировать кластеры поставить на него гейткейпер или какие вам нужны приблуды також есть недавний опыт когда автоматично кластер который создается в GCP за допомогою Тераформа триггерил ивент ну я вот так расскажу целую архитектуру створение кластера в GCP триггерил ивент за допомогою локсинка мы отправляли цей ивент в папсаб дописали клауд функцию яка запускала Argo CD и добавляла цей кластер уже в Argo CD а відповідно Argo CD уже доставляв через хелм відповідні програми application которые там нужны для кластера таким чудом такою автоматизацию мы ніби спростили там минимизировали кількість людских операций и все кластеры которые созданы на первом этапе приводятся до единого знаменника тобто провизжение происходит с помощью Тераформа даже если кто-то створит этот кластер руками все равно триггер это ивент который добавит этот кластер в Argo CD и отправит все необходимые модули аппликации в сам Тераформ думаю думаю добрый на рынке на рынке чуть позже Тераформа он использует такой же подход как и Тераформ что есть ядро и есть куча модулей даже некоторые модули он может вызывать сторонние вот как написаны для Тераформа различие в том что вы пишете конфигурацию на не на HG Corp Configuration Language а на у вас есть выбор из там четырех языков C-Sharp Node.js Python что-то типа такого и то есть если вы знаете какой-то из этих языков то у вас там порог вхождения в полумии чуть вам будет чуть ближе то есть если вы девелопер который очень много знает очень долго разрабатывает допустим на Python и вам будет легче создавать объекты и инфраструктуру используя Python что же касается подхода с созданием кластеров я здесь полностью поддержу Виталия что вполне клад кластер на базе Google Kubernetes Engine создается средствами терраформа а далее вот это вот как раз такой подход так называемый называемый подход лего когда у вас есть несколько разных айтемов которые вы можете соединять между собой и вот когда вы создаете кластер на базе с помощью Google Cloud провайдера вы передаете его на вход плагин для терраформа к Kubernetes провайдеру который собственно разворачивает часть ресурсов и передает его дальше по цепочке к хелм провайдеру для терраформа который уже опять же получая какие-то входные ресурсы от терраформа какие-то входные ресурсы от Kubernetes провайдера может деплоить определенные версии из хелм репозиториев например тот же Redis тот же RGCD и так далее и так далее ну вот как-то вот так вот да спасибо Виталий спасибо Евгений так ну вопрос про цикл в цикле да значит если вкратце то да как это расписывать рассказывать в рамках данной презентации думаю не стоит можно просто how to use загуглить how to use nested loops in the terraform и получить достаточно развернутый ответ с примерами я думаю тут больше упор на примеры которые необходимы то есть это можно найти в документации по terraform да я согласен тут как бы мы в таком режиме не ответим надо просто смотреть документацию окей следующий вопрос у нас о GitOps используем ну конечно да какие инструменты ну эксперты кто хочет про GitOps ответить все так наверное сразу побежали загулить что такое GitOps но в целом это да в целом это достаточно популярный подход то есть он когда то если мне память не изменяет когда-то давно был изобретен компанией WeWorks если мне память не изменяет опять же то есть это несколько лет назад и он крутится вокруг простой простого подхода то есть когда вы храните конфигурацию и эта конфигурация хранится в едином месте то есть так называемым source of true то есть когда вы разворачиваете вашу инфраструктуру используете подход infrastructure as code но вся то есть вся ваша инфраструктура хранится в системе контроля версий но при этом вы используете подход что каждая ваша каждый ваш environment это какой-то бранч в вашем в репозитории то есть если вам надо развернуть что-то на дэве вы допустим идете через создаете бранчу и что-то коммитаете в свою бранчу вы пытаетесь протестировать то что вы закоммитали с помощью там какой-то вы отдаете ваш код на ревью там уважаемые коллеги уважаемые люди там ревью ваш код и после мержа вашего pull request начинается автоматическое изменение environment когда вы что-то туда закоммитили ну естественно происходят какие-то оповещения о том что вы что-то делаете то есть у вас обязательно есть какая-то система модификаций о том что происходит сейчас на environment ну довольно таки популярный подход это получать какие-то нотификации в slack каналы в teams что еще ранее это было популярно в хипчат и так далее я могу добавить просто недавно закинчивали проект который по-новому так это когда уже было сказано что все сохраняется в gt не важно если это битбакет или все сохраняется в в инфраструктура в кладе в кладе это есть рут это фолдеры которые изображают инвайерменты и всередине цих фолдеров уже ваша инфраструктура чем вот такая деревовидная структура в gt и terraформ в том что нужно всегда память что terraформ выполняется он не выполняется рекурсивно соответственно за допомогою такого принципа что у вас есть деревовидная архитектура с различными там инвайерментами вы можете на разных ревнях добавлять ревности складности на одному ревне вы можете описать как сконфигурувать проекти для приклада в gcp как сконфигурувати проекти какие в ньому мают створені нетверки какие в ньому мают створені там и амроли до которых они мают они будут при банджене далее вы уже на иншем фолдере вы можете там уже реализацию конкретно какогось речи это будет кубернейтс с какими сервисами связками или просто компьютер и так далее вы можете за рахунок того что его выполнение Тераформи на разных уровнях организовывать изменения ресурсов это тоже таки но никто также не из security вы можете идти дальше и сохранить и планировать security размер с гитар то вот здесь в таком плане у нас это было да ну от себя коротенько добавлю что да используем там часто много вот разные инструменты в применении если это в кубернете там вив да из популярных их решений на самом деле очень много инструментов такие обычно таки все надо смотреть под задачу и выбирать так вопрос Тераформи развернуть бэкап на инфраструктуру имеет ли смысл да или что я рассказываю что можно сделать иерархичную структуру и тот же самый Терегрант можно использовать для того чтобы бэкап инфраструктуру сделать это фантазия то есть как придумаешь так и сделаешь можно сделать я думаю ответ простой можно но сложный ответ тут не очень нужен буквально секундочку скорее всего бэкапная инфраструктура имеет смысл не в соседней зоне а в соседнем регионе то есть для того чтобы быть более устойчивым к каким-то проблемам данного конкретного региона но еще надо просто выбирать в каком именно регионе просто вы скорее всего не сможете по регулятивным требованиям если у вас условно говоря primary регион в америке то второй регион скорее всего там бэкапный вы не сможете развернуть допустим в том же Китае подходите к выбору бэкапного региона скажем так с умом да действительно лучше не в соседней зоне а в соседнем регионе то что вы делаете в зоне растяните его на несколько зон да хорошо значит следующий вопрос перейти лучше на гитлап или дженкинс я так понимаю для контейнеров для того чтобы билдить контейнер куда меньше порог вхождения ну наверное простой ответ да если для простых задач он уже упоминал гитлап довольно низкий пороховхождение то что хочется сказать эксперт ну да в общем то насколько я знаю гитлап полегче будет чем дженкинс ну дженкинс тоже не особо сложно но в гитлапе вообще по сути и учить то ничего вот поэтому наверное лучше гитлап ну и плюс с контейнерами наверное все таки с имиджами с контейнерами гитлапа удобнее будет да эксперты что-то добавить я я не уверен что стоит пять минут на этот вопрос у кого еще есть мнение используйте то что вам больше подходит то есть как-то порог вхождения но это как-то больше субъективное такое вот так что что лучше вы знаете докер хаб это хранилище ваших артефактов ваших контейнер имиджей то есть если у вас опять же докер хаб предлагает несколько вариантов там по прайсингу то есть по количеству там приватных репозиториев если у вас если вам там цена докер хаба подходит то вполне можно его использовать для хранения там билдов артефактов если у вас есть какие-то специальные требования где хранить эти артефакты там если у вас есть какой-то специальный грубо говоря какой-то артефактор у вас на он премии или другой регистри то используйте его аж каким именно инструментом там либо докером либо гитлаб сям билдать и ложить туда контейнеры по большому счету не так важно используйте то что вы лучше знаете да так ну интересный вопрос рассматривают ли клиенты альтернативных провайдеров помимо большой тройки я уже отвечал на этот вопрос то есть да конечно рассматривают клиенты и причины как упоминалось уже помимо цены это функционал то есть опять же возвращаясь к тому же оракл клауду если оракл умеет готовить оракл то вы скорее всего выберите его поскольку там для вас будут в том числе и скидки поле на лицензию оракла но и там по моему еще идет бесплатная сертификация для сотрудников компании если опять же здесь в качестве причин это региональные и регулятивные требования каких органов то есть если вы вам надо чтобы данные ваших клиентов хранились именно в данном регионе то вы выберете то облако у которого там дата-центры или есть представительство в данном регионе да ну то есть скорее всего да я согласен с евгением тут причинами ну рассматривают но в основном как бы для этого нужны причины до чтобы рассматривать что-нибудь помимо большой тройки то есть либо регулятивные либо вот какие-то такие требования до либо же какая-то узкая специализация то есть нужен там оракл можно посмотреть на оракл да нужно там железо по каким-то причинам можно посмотреть там на те клауды которые там железо предоставляют да ну и так далее какие-то специализированные так я думаю до 4 вопроса осталось мы успеем всех покрыть значит на все ответить но в чем сила девопс эксперты кто хочет ответить на этот вопрос я хочу ответить но недавно поднимали статистику по соотношению вакансий кандидатов и вот в девопсах системных инженерах на данный момент соотношение один кандидат на несколько вакансий то есть одно и более то есть это нам говорит о том что спрос очень велик просто катастрофически велик в чем сила ну в первую очередь это специалисты которые работают с очень и очень большим набором технологий разных то есть если программист в основном работает там с одной технологии да пишет на одном языке то devops должен уметь все и причем требования могут меняться в любой момент времени он должен понимать на высоком уровне как это работает и иметь возможность быстро изучить инструменты ну и второй аспект это он работает на границах development and operational он должен быть хорошим коммуникатором не только лишь с хорошим уровнем английского но и с хорошим уровнем понимания объяснения изложения своих мыслей все да спасибо виктор так у нас тут опять dry multi environment с двумя голосами но мы уже это обсуждали да я не знаю мы обсуждали это в скопе что такое терагрант и зачем он нужен то есть я предлагаю закрыть этот вопрос то есть нужен для того чтобы ваша инфраструктура то есть было в ней было меньше файлов и вы переиспользовали конфигурацию ремонт стейт или бэкэнда заново и терагрант для этого очень хорошо подходит да согласен тоже доволен терагрантом в этом плане так ограничениям под это про его сервис если существенное отличие работы стера форме себя сиди на трубал то там премисе сквозь аутпос жесты в случае встреча из данных не знаю в моем опыте нету больших отцены отличий аутпос в принципе он для того и сделан да в том и преимущество его шон как все те же функция возле за один подход то есть вот всем всем известные команды как terraform init terraform plan terraform apply некоторых случаях terraform destroy точно также используется как он так точно также используется в клаудов типа ажур в с гугла клауд единственное что здесь могут накладываться какие требования могут быть в он премия надо ли запускать какие-то дополнительные проверки terraform кода там тфсек допустим для проверки по security terraform кода но это уже в целом особого особой разницы в подходов нет то есть подход в принципе один он как бы достаточно прямой и разницы с облаками и он прямом нет но безусловно можно можно придумывать то есть можно придумывать там какие-то условия в зависимости от вашей ситуации то есть по ситуации да ну и последний вопрос вторая тест или terra grand но скорее всего да это чуть чуть разное наверное можем сказать что лучше выбрать оба да если вкратце то есть я уже там стрела не знаю там я думаю кто то еще хочет дополнить в данном случае это как теплое и мягкое и терра тест нужен для тестирования terraform кода terra grand это как дополнение как в раппер для terra форма который позволяет использовать принцип dry в multi-environment конфигурация поскольку про terra grand уже говорилось в рамках нашей дискуссии я буквально пару слов про терра тест антон немного рассказал об этом самом начале да и действительно терра тест это на самом деле не туза а библиотека и она разработана той же уже известные компании terra grand достаточно недавно недавно в плане несколько лет назад по сравнению с возрастом земли это недавно и в отличие от других существующих рец решений как terraform kitchen например это используется не как туза а как библиотечка к голенгу то есть грубо говоря вы создаете код на базе голенга то есть отличная скажем так возможность подучить или выучить новый язык достаточно популярное программирование то есть в рамках вашего terraform кода вы создаете папочку тест и создаете кучу файлов в зависимости от того что вы хотите протестировать с именем произвольное имя подчеркивание тест . go в нем вы грубо говоря на чистом гоу пишите какие тесты вы хотите запускать в целом тесты буквально вы можете какие тесты варианты есть у вас вы можете написать юнит тесты вы можете написать интеграционные тесты и в конце концов вы можете запускать end-to-end тесты то есть зачем вам вообще нужны тесты то есть антон вкратце говорил об этом вы скорее всего хотите убедиться что ваш код который вы деплойте в случае если у вас сложная гибридная инфраструктура когда у вас мультиклауд и все такое вы хотите скорее всего убедиться что у вас код работает так как надо и он может деплоиться допустим в новом регионе ли в новом avs аккаунте в новом gcp-проекте в новой там ажур subscription и так далее для этого вы выпишите свои тесты то есть опять же зависит от того что вы хотите протестировать если вы хотите то есть работать с модулями terraform скорее всего вы выберете юнит тесты то есть когда вы тестируете какую-то одну небольшую функцию или этот модуль небольшую функциональность terraform если вы же хотите протестировать несколько модулей то есть как они работают с собой связки допустим у вас есть какой-то веб-сервер frontend и у вас есть какой-то backend допустим написанный там на питоне и вы хотите посмотреть как разворачивается ваше там мини приложение там допустим на фласке то в данном случае ваш выбор это опять же терра тест с возможностью того что вы сначала в данном случае последовательно скорее всего последовательно вас интересует поднимаете сначала backend потом frontend и потом запускаете какой-то интеграционный тест то есть ваша задача не как случае там юнит теста получить что-то на аутпуте то есть terraform output и сравнить его с каким-то заведомо известным значением данном случае ваша задача ну в 95 процентах случаях запустить http запрос на ваш frontend и получить какой-то аутпут и сравнить его этот аутпут с каким-то значением то есть ваша задача соединить во первых frontend с бэкэндом то есть развернув это с помощью terraform в качестве бэкэнда может хотя бы выступать там скачанное какое-то там mini hello world приложение из развернутое допустим где-то у вас на инфраструктуре ну и в качестве там вишенки на торте существуют такие так называемые end-to-end тесты но это уже для того чтобы понимать насколько хорошо ваша инфраструктура развертывается с нуля в большинстве случаев их используют где-то наполовину то есть грубо говоря запускать разворачивание полной инфраструктуры это достаточно долго и дорого то есть здесь очень важно найти какой-то баланс для себя ну и для компании поскольку поскольку это стоит как денег таки таки времени то есть почему это важно просто скорее всего то есть изначально мы пишем подход у нас итеративный подход к разработке инфраструктуры то есть мы скажем так в одном аккаунте мы не пересоздаем то есть если нам удалось что-то поднять допустим к там авто скейлинг группу или там из 3 bucket мы его заново не пересоздаем но могут возникнуть ситуации при когда мы создаем это с нуля состоянии каких-то гонок когда бакет создается до или после того как он нужен то есть какие-то такие не учтенные изначально моменты то есть данном случае важно важно поднимать полностью инфраструктуру с нуля но так делает мало кто поскольку из-за указанных выше причин так что существует такой половинчатый подход когда у вас есть немного развернутая скажем так наполовину развернутая тестовая инфраструктура в каком-то соседнем аккаунте еще раз я подчеркиваю что все все эти тесты стоит проводить в где-нибудь в не в продакшен аккаунте а для этого создавать свой отдельный аккаунт ну то есть ответил да ибо значит ребят вышло у нас время да я вижу вопросы по кубернетесу и на самом деле ну не совсем это в рамках темы инфраструкция исход может быть следующее мероприятие сделаем посвященное там конкретно кубернетесу например и тогда уже ответим на все вопросы про кубернетес в деталях да потому что тут в одном вопросе столько вопросов и время у нас уже закончилось будет форма для фидбэка до письме пожалуйста пишите тему которая интересно было бы на следующий раз до инфраструкция исход мы обсудили интересно кубернетес напишите да интересно что то еще напишите тогда следующий раз будет та тема которая вам интересно спасибо всем кто пришел и до скорых встреч то всем спасибо ребят до свидания всем пока а уфи друзей и и и и и и